Привет! Это наше очередное видео. Мы сейчас на спецтренинге номер 11 в Береговом. Я встретил человека, пожилого человека. Мне это очень удивило, что этим бизнесом заниматься должны только молодые, энергичные ребята. Но когда увидел пожилого человека и его результат услышал, мне это очень просто поразило. Я попросил, чтобы он рассказал немножко свою историю, как он познакомился с этим бизнесом и вообще, ну, доволен ли он или нет? Как вас зовут? Александр Иванович. Александр Иванович. Я из Ялты. Шесть лет назад приобрел машину «Аурландер» новую. Ну, последняя машина, я к ней бережно отношусь, относился. Но, как всегда, не хватало денег, немножко не хватало на нее. Поехал в Москву занимать деньги у родственников, замначальника ГАИ, мой племянник. Он мне дал деньги, дал дорогу, учитывая мое хорошее расположение ко мне, его. Он мне дал таблеток, кучу сверток даже. Вы знали, что это за таблетки? Я не знал, что такое. Он говорил, для топлива добавляй и будет ездить хорошо. А я подумал, думаю, он свою песню поет, а я свою песню пою. У меня, может быть, последняя машина, а он каждый день их менять может. Поэтому я не видел и не хотел. Приехал он в Дульбер отдыхать летом. И меня просветил. Говорит, я тебя уважаю, ты мне вместо отца, потому что в детстве я его воспитывал. Но, говорит, некоторые вещи ты не знаешь. 92-й бензин, который выпускается у нас всеми заводами нефтеберегонными, Государство разбавляет присадкой. 95-й бензин создаёт, 98-й бензин создаёт. Это всё вредные бензины. Они разъедают потихонечку и двигатель наш. Но мы же свыклись все. Поэтому опытные автомобилирубители, они всегда ищут импортный бензин. Потому что он изготовленный, без присадок, он готовый продукт. Хороший продукт. Но я это поверил ему на слово, потихоньку стал попробовать добавлять. Заметил, что к одному сыну еду в Одессу 700 километров, к другому Запорожье 650 километров. Если таблеточку добавляю, машина на 100 километров больше идёт. То есть расстояние больше проезжает? Расстояние больше проезжает. На бак бензина. Значит, ещё на санкции техобслуженные ребята мне стали замечать. У меня машина на гарантийном осмотре. У вас новая была машина? Новая. Приезжаю и говорят, отец, а чем вы забрали? С 98 бензином. Я говорю, ну, всё чудо. Они, говорит, тот и чувствуется. Система чистая, свечи чистые. Вы боялись говорить, что вы скидаете таблетки? Боялся говорить, потому что у меня их мало. Меньше, ещё и меньше, и меньше. Вы боялись, что вас заберут? Конечно, он будет просить попробовать, а я не могу дать. Не потому что жалко, потому что всё меньше и меньше. Вам понравилось, поэтому вам было жалко их отдавать. Потом обратил внимание, покупал машину 14,7 тестовая, табличка на руле висела. Если расход будет больше, я могу обратиться к продавцу с претензией. То есть, вы давали гарантию уже, да? То есть, 14,7 у вас должен быть раз. Да, расход. Но он был такой, 14,7, всё равно большой. Я ещё подумал, что я делал глупость. Надо мою машинку покупать 11-10 расходов. Но я добился этим путём использования этих таблеток. Что у меня сейчас 11,7, а 6,5, не больше, 12 расходов. На 3 литра, в общем, скинуло, да? Да, скинуло. Вот это я понял с годами, что это нормальное существо. Положение дела нормальное. Состояние машины использования. Но не занимался этим делом, когда, хотя мне предложили, я уже был на пенсии, мне предложил ещё в Москве заняться этим делом. Этим бизнесом заняться, да? Бизнесом. Я не понимал, что такое бизнес, я не хотел даже понимать. Но я говорю, я не фармацевт, я не аптекарь, я не автомеханик, я наездник просто, я даже не автолюбитель как следует. Я говорю, я не буду убеждать людей, в чём-то я не знаю даже, что убеждать. А с годами понял, что эффект есть. Вдруг я поехал в прошлом году, в октябре месяце, в Москву, кончились таблеточки, показать свою семью ещё нужно. Я в новом браке, у меня девятёра нелась, пятилетняя есть. Я пока поехал к племяннику в гости, и попросил у него, Лёня, я говорю, да, он говорит, ситуация резко изменилась, наоборот, говорит, не надо никого уговаривать, не надо мучительные презентации проводить, заказывать, что пилюли, таблетки ещё и жидкие, и бустые, я не знал о таком существовании. Способствует машине. Надо просто завести на то здравие людей, они сами получат информацию нужную, необходимую, чёткую, хорошую. Захотят они дальше продвигать товар? Захотят. Не захотят? Не захотят. Вот я всё, всё, этим, 5 октября я зарегистрировался и 20 дней работал. 25 октября я купил билет на самолёт в Москву, ехать на встречу московского, но заболел, и мы положили в больницу. Я вот прервался сейчас, только буквально неделю назад вышел и восстанавливался. Сколько вы заработали в этом бизнесе уже? 3200 долларов за 20 дней в октябре месяце. Я просто не умел компьютером пользоваться вообще, приобрёл себе компьютер, монотонно начинал действовать, не спешил. Всех своих друзей пока собрал воедино в тетради, начал обзванивать. Успех был такой несомненный, и я знал, что этот продукт продвину я смогу продвинуть. Только надо не спешить. Надо целью устремлённо. Извините, перебью вас. Вы говорили, что вы бывший военный, да? Да, военный. Я сам полковник грул, честно говоря. Я в Анголе находился, так грубо говоря, не воевал, там слово такое не подходит, но 6,5 лет был в Африке. Сколько вы лет послужили в бывшем Советском Союзе? Ну, вообще, отдали государству жизни лет? Всю жизнь, я 55 лет без двух месяцев находился на службе, на работе, на службе, и получаю пенсию. Ну, в Африке, там, после ранения, был послом застрахован, он меня понудил, заставил, говорит, «Что ты делаешь, говорит? Твои дети, что будет с ними, если ты из Господа не вернёшься?» Я говорю, «Катастрофа». Он говорит, «Немедленно страхуйся, обеспечим их, хочешь, жизнь». Я получаю 817 долларов пенсии не от государства, а от страховой компании. А государства вам большую пенсию пойдёт? Государства? В два раза меньше. 3200, 3400 гривен. Я их не получаю даже на книжке, кладу их. Ну, хорошо, вы рассказали эту историю, и ещё такой вопрос. Вы довольны этим бизнесом или нет? Конечно, довольны. Вам нравится и заниматься? За 20 дней я заработал немыслимые деньги, которые невозможны, но укураясь даже в моём ордове, не то, что заработать. Но вот вы общаетесь с людьми среди молодёжи, она у вас бодрит тоже, что как-то... Конечно, бодрит. Вообще-то... Молодым чувствуете себя, да? Да, все равно же вы... Жизнь поддерживается. Я приехал сюда, у меня левая часть тела отказала, грубо говоря. Вы перенесли инструкцию, знаю, да? После инсульта. Уже надо было восстанавливаться, ехать, лежать там ещё. Я говорю, поехал сюда. То есть вы решили на спецтренинг всё равно ехать? Здесь лучше себя чувствую даже. Потому что вокруг вас мои молодые и разные. Молодые и пожелают. Мне нравится, что молодые люди, типа моих сыновей, целеустремлённые, к чему-то... стремятся, да? Стремятся, да? Стремятся, да? Желают достичь чего-то, добиваться в жизни своей, да? Конечно, да. Всё. Вот такая вот небольшая история нам рассказал один из партнёров. Вот. Я вам пожелаю больше... чтобы у вас действительно... Ещё-ещё вы прожили много лет, потому что я вижу ваше тоже востремление, желание, когда я общаюсь с людьми и показываю, поскакиваю, видите, он же дедушка сидит сзади. Он говорю, он не боится. Я удивляюсь вообще. Иди работай, ты звонит постоянно и всё. То почему, если вы можете, почему другие не могут? Я всё ночами спал и думал. Думаю, найму парню молодого. он не обучит компьютеру. И буду что-то делать. Мештах. А здесь реально. Занимаюсь. И всё. Получаю. И сам научился на компьютере, жизнь заставила. Всё. Всё. Так что, ребята, друзья, вот там, под видео, будет адрес сайта, где вы можете в прямом трансляции посмотреть то мероприятие, о котором мы вам говорим. Заходите и начинайте свою новую жизнь. До свидания. До свидания.